дамы и господа приветствую вас на своем канале в этом видео расскажу вам про патч 125 контента очень много будет очень интересно поэтому скорее поехали расскажу вам все поподробнее во первых нас ждет режим на марс некоторые стримеров показывали вам этот режимчик я же ничего про него не знаю не видел не смотрел впервые буду с ним знакомиться поэтому когда он выйдет я вам покажу его и мы посмотрим и решим что оно такое вроде как какой-то космический там режимчик с какими-то новыми на на механиками в общем разберемся там будут какие-то задания и конечно же награды за задание в наградах есть боны 2d стиль личные резервы какие-то другие награды но самое интересное это марсианские контейнеры опа вдруг неожиданно не успели у нас нынешние контейнеры одариметь который называется путь воина как уже мы видим на горизонте следующие контейнеры марсианские кстати про контейнеры путь воина подъехала такая информация что танк т-95 е2 который есть в этих контейнерах путь воина в патче 1.25 его статус поменяют на премиумный в патче 1.26 планируют его улучшить характеристики ждем аптанчика и я думаю будет повод как раз хотя бы один стрим на нем сделать посмотреть во что он превратится это очень хорошая новость безусловно но вернемся к марсианским контейнером если посмотреть на его наградки то нас там ждут один день према различное там небольшое количество серебра но иногда будет даже миллион серебра выпадать это прям жесть различные там расходники инструкции даже слоты в ангаре и койки для экипажа в казарме экспериментальное оборудование но наверное одно из самых интересных это то что в марсианских контейнерах будут еще одни контейнеры обычные контейнеры называются марсианская порода и в них могут быть еще контейнеры редкая руда видимо самое интересное во вторых контейнерах то есть должно повести чтобы выпал редкий контейнер чтобы из него что-то там еще дальше короче это контейнеры в контейнеры леста не перестает удивлять своими контейнерами. Ну и забегая немножко наперёд, если новость на сайте пролистать пониже, посмотреть какие танки добавили тестером, то там можно найти такой интересный танчик, который называется Чифтейн Прото Рудный Барон. Это очень сильно похоже на какой-то марсианский там стиль. Возможно как раз таки этот танчик можно будет из контейнеров получить. До аппа премтанков девятого уровня он наверное был один из лучших. Какой сейчас лучший премтанк девятого уровня после всех апов которые были и которые будут уже сложно сказать. Но в принципе при должном скеле на нем возможно более-менее как-то отыгрывать. В общем ждем этот режим на марс и марсианские контейнеры в контейнерах. Боевой пропуск позывной репей. Я уже показывал вам 3d стили, которые нас ждут в этом боевом пропуске, но там очень много еще изменений и сейчас я про них расскажу. Итак очень сильно изменили жетоны, количество которые мы получаем за год. В базовой части основной главы можно заработать 12 жетонов, в улучшенной части еще 9. Итого за сезон можно получить 63 жетона, а за год можно будет получить 189 жетонов. То есть у нас будет 3 сезона боевых пропусков за год. Если все 3 сезона собирать жетоны, то получим 189 жетонов. Очень много как-то жетонов, но и цены у нас тоже изменились. Итак добавили два новых танка в боевой пропуск, которые можно взять за жетоны. Первый из них это Tiger Mouse 120 тонн. Танчик уже очень давно нам показывали, некоторые стримеры его покатали даже в рандомчике. Это такой вот большой немецкий тяжелый танк 9 уровня Tigra Mouse, у которого еще есть скоростной режим. А второй новый танчик это объект 590, тоже его показывали. Средний танк 9 уровня, советский, у которого еще и механизм обратной дозарядки. Итак, Tigra Mouse, объект 590 и Cobra можно взять за 80 жетонов. То есть получается, что два новых танка мы за год в принципе можем взять спокойно. И у нас даже немножко еще останется. Kunze Panzer K91 PT, объект 707 вариант 2, Face 1, Scharf Futur 4. Все эти танки можно взять за 60 жетонов. А вот Кампанзер 07 ХК, БЗ 58-2 и Лора 50Т можно взять всего лишь за 40 жетонов. Смешно, что Кампанзер у нас стоил недавно дороже всех и тут вдруг стал самым дешевым. Удивительные кардинальные изменения. Я на объект 590 и на Tigra Mouse еще не играл, поэтому не знаю, насколько их можно оценивать. Стоит ли их брать в первую очередь. У меня все эти танки за жетоны есть, кроме двух новых. А также нету еще Кампанзер 07 ХК. В принципе, если вы будете не особо много играть, жетонов нафармите немножко. Если хотя бы там 40 нафармите, то лучше всего взять БЗ 58-2. Он более-менее легко реализовывается. Обычный тяжелый танчик для игры от позиций от альфы. Если жетончиков нафармите чуть побольше, то за 60 я рекомендую взять либо Scharf Futur, Phase 1, либо Объект 707 вариант 2. Здесь в зависимости от того, какой геймплей вам больше нравится. Я больше люблю тяжелые танки, поэтому в первую очередь я бы взял Phase 1, а там дальше уже по ситуации, что вам больше нравится. К-91 ПТ и Кунзе Панзер я бы особо их не брал. Танчики максимально обычнейшие. Ничего сверхъестественного от них не ждите. Что же взять за 80 жетонов? Ну здесь два новых танка и Кобра. Кобра геймплей специфический, некоторым нравится, некоторым нет. С одной стороны, он может с барабана буквально за считанные секунды сбрить танчик вражеский, а с другой стороны, иногда он может просто не пробивать своими фугасиками или кумулятивами. Вдаль особо сильно с него там не повыцеливаешь. Чисто такой вот танчик, быстрый, динамичный для игры в ближнем бою. Ну и перезарядка, конечно, да, попробую еще реализовать это. В общем, танк на любителя, сложно сказать. Ну и за два новых танка, я, честно говоря, не знаю, что за них сказать. Я буду по возможности брать новые танки и вам показывать. Трофейное оборудование за жетоны у нас будет стоить 9 жетонов. Также еще в боевом пропуске у нас будет возможность поучаствовать в дополнительной главе. В ней можно будет получить еще больше ресурсов. В ней есть как базовая часть, так и улучшенная. В ней будет 25 этапов по 50 очков каждая. Она не ограничена по времени, за нее не получить прем танк, но награды не менее значимые, чем в основных главах. Чтобы попасть в дополнительную главу, нужно пройти 3 основные главы боевого пропуска. Улучшенные награды дополнительной главы будут доступны тем, кто приобретет улучшенный пропуск для 3 основных глав, а также их прохождение, либо за 1500 золота. Получается, что мы можем получить доступ сразу к дополнительной главе за 1500 золота, а потом можем купить еще и улучшенные главы основного пропуска. Но смысла в этом никакого нет, поскольку мы просто на ветер выкинем 1500 золота. Поэтому будьте внимательны, не потратьте лишнее золото на дополнительную главу, если собираетесь покупать улучшенные главы основного боевого пропуска, чтобы не выкинуть на ветер лишние 1500. Ключевая техника нового боевого пропуска это БЗ-75, концепт номер 5 и Хори-3. Я уже вам показывал их стили, в принципе выглядят прикольно. Также нас ждет еще линия фронта 9 уровень. Немножко там орудия подредактировали под девятки, брони и МХП добавили, поскольку у девяток пушки помощнее. Ну а так, в принципе, это линия фронта с тремя картами. С супертестером на тест добавили прикольные танчики. СУ-152 зверобой с огроменной альфой. ПТшка 8 уровня, но орудие с виду похоже на ствол от 7 уровня. Видимо там какие-то фугасики будут присутствовать. СУ-122-1956. Это советская ПТшка 9 уровня. Тоже когда-то такая в игре где-то там мелькала. Конечно, очень сильно смущает УВН и минус 5 у нее. И точность 0.38, сведение 2.6. Ну и британский танк 8 уровня, Викерс Марк 3. Все это очень сильно похоже на какие-то премтанки 8-9 уровня. С необычными какими-то там пушками. Посмотрим, когда мы их увидим в игре. А также еще тяжелый танк советский 9 уровня. Объект 752. Тоже выглядит очень необычно. Про ребаланс техники в патче 1.25 я рассказывал в прошлом видео. Можете посмотреть. Также в патче 1.25 нас ждет переработка грузоподъемности шасси. Теперь в принципе понятия грузоподъемность шасси отсутствует. Поэтому можно сначала качать там свои пушки, башни, там что вам надо. И потом в конце, если уж хотите, можете еще и гусеницы прокачать. Поскольку теперь, неважно сколько весит орудие или башня, это никак уже не помешает вам их поставить и поехать в бой. Все меньше и меньше у нас всяких мелочей, в которых нужно разбираться. Игра становится проще. Но с другой стороны легче будет выкачать какой-нибудь кактус. Но имейте ввиду, что гусеницы это тоже не самое плохое, что можно прокачать в танке. Не самое бесполезное, поскольку они еще и на стабилизацию влияют. Помимо там грузоподъемности, которой не будет, и скорости поворота, еще и стабилизация тоже от них зависит. Также в патче 1.25 нас ждет еще натиск грозовой волк. В этот раз решили добавить туда еще и акционные танки, которых на 10 уровне очень много. Танки за ГК, за ЛБЗ, за конструкторское бюро, все туда. Можете теперь кататься. Немножко переработали модификаторы боя, увеличили хп еще. Немного переработали некоторые там карты, изменили навыки, новый прогрессионный 2D стиль. Также есть еще еженедельные задачи, в которых можно пофармить помимо серебра там и бон. Также монеты натиска, за которые тоже дают награды. За максимальное количество монет натиска можно получить 3 дополнительных камуфляжа, универсальное учебное пособие, 2500 золота, 3 дня према, медалька, 5 резервов на серебро. И впервые в игре я вижу, нигде больше никогда не видел, фиолетовый ОМП. Называется он усовершенствованная бортовая передача. Кто-то у меня спрашивал, где взять. Вот, проходите натиск, выполняйте еженедельные задачи, получайте 8 этих монеток, и за 8 монеток, даже не за 8, а уже даже за 7, на 7 монетке вы сможете получить это фиолетовое ОМП. Также в патче 1.25 нас ждет еще режим аркада, торпедный удар и режим радиомолчания. В торпедном ударе мы будем стрелять очень медленными снарядами, которые будут жестко дамажить. А в режиме радиомолчания рация не будет работать, поэтому едьте светите себе сами. Че вам там союзники светят? Ничего, рация не работает, они вам информацию не передают. В принципе вот такое. Можно будет повеселиться, если этот режим вас веселит. На глобальной карте в укрепрайонных и турнирных боях отключат урон по союзникам. Также добавят еще весенний ангар. В этом ангаре будет у нас Евгений Онегин и Александр Сергеевич Пушкин. В этом году исполняется 255 лет со дня рождения великого поэта. Также в ангаре можно будет услышать стихотворение, если нажать на персонажа с книгой. Также в патче 1.25 добавят еще много различных интересных 2D стилей. Химический ожог, торжество формы, прирученное пламя, ИНВ номер 270186, восходящая звезда. Также 3D стили из боевого пропуска, Чокону, Гремлин и Утиготана. Кстати, я думал, что Утиготана это чисто какое-то прикольное название из Элден Ринга, а оказывается это облегченный меч, который позднее стал просто катаной. Также изменили ранжирование карт по уровню боя. Там очень огромные списки, на каком уровне боя какие карты. Я, честно говоря, особо в них не разбирался. Что-то там наменяли, узнаем, когда выйдет патч. В огромных рулонах списков карт, сложно разобраться. Было бы понятнее, если бы написали, что они в итоге там наменяли. Также изменяют лампочку у экипажа. Теперь лампочка будет работать, даже если командира контузило, и даже если танк горит. Это, видимо, опять же упрощение для того, чтобы людей не сбивать с толку, почему его видят враги, стреляют в него, а лампочка не загорелась. Я думаю, что если игрок на скилле, опытный и умный, он и так понимает, когда он светится даже без лампочки. Это скорее облегчение игры для тех, кто не особо вникает. Также улучшили прицел для штурм САУ. Но это очень круто, реально класс. Лучше бы камеру в игре улучшили. А также еще гидропневую подвеску. Вот это реально было бы круто. В принципе, вот такой вот патч нас ждет 1.25. Много различных событий, интересных, много стилей. Жаль, что за дополнительную главу боевого пропуска не будет премтанка, но будут хотя бы ресурсики. И на этом спасибо. Для тех, кто много играет и все равно покупает улучшенные главы основного боевого пропуска, для них это бонусные ресурсы. Лучше с ними, чем без них. На этом все. Пишите свое мнение в комментариях. Как вам патч 1.25? С вами был Варчик. Играйте красиво. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok